Здравствуйте! В эфире телеканала Аллау Новости, в студии Айдос Оспанов и смотрите сегодня выпуски. Эпидситуация ухудшается. В Костанайской области выявляется всё больше заболевших коронавирусом. Загруженность инфекционных стационаров растёт. Служба неотложки работает в авральном режиме. Свыше пяти миллионов человек в Казахстане получили вакцину первым компонентом. В Костанайской области это 230 тысяч человек. Из них большая часть провакцинированных приходится на педагогов и медицинских работников. Подробнее расскажет Алия Досмагомбетова. В Костанайской областной картинной галереи сегодня открылась необычная выставка своей работы. И представил известный костанайский художник Александр Захарченков, который в этом году отметил свой юбилей. Катяна Калюшина, есть подробности. В Костанайской области продолжает расти число заболевших COVID-19. За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 156 случаев коронавирусной инфекции. Бригады скорой помощи работают в усиленном режиме. Вызовы неотложки выросли в полтора раза. Ежедневно на пульт 103 поступает до 1300 вызовов, а мест в больницах становится все меньше. Татьяна Калюшина продолжит тему. Всего по Костанайской области с апреля 2020 года по 22 июля 2021 зарегистрировано 18 852 случая COVID-19. Сейчас 1650 человек находятся на больничных с коронавирусной инфекцией. И число это продолжает расти. Главный врач Кустанайской областной больницы обратился к кустанайцам ответственнее отнестись к ограничительным мерам. В последние 3-4 недели отмечается рост числа поступлений. Поступают пациенты более молодого возраста. Если в прошлом году возраст был старше 60 пациентов, которые находились в реанимационном отделении, а там, знаете, из 200 коек 20 реанимационных, то в этом году это пациенты моложе 60 лет, от 40 до 50. Очень много беременных, которые поступают и в раннем, и в позднем сроке беременности. Это уязвимые пациенты. Жанна Искакова совсем недавно смогла увидеть свою месячную малышку. Она поступила в инфекционное отделение беременной на 33 недели с поражением легких на 85%. За жизнь женщины боролись не только инфекционисты и реаниматологи. В спасении Жанны участвовали гинекологи, пульмонологи, урологи, кардиологи и терапевты. И им это удалось. Все это время, которое лежало в реанимации, я находилась между небом и землей, наверное, между адом и райом. Поэтому это очень страшно. И люди, я вас призываю, пожалуйста, приливайтесь. Не думайте о том, что это мимо вас пройдет. Никто от этого не застрахован. Если есть возможность у вас бесплатно, тем более, сделать прививку, пожалуйста, сделайте. Не проходите мимо. Позаботитесь, пожалуйста, о своем здоровье. Вызовы скорой помощи в регионе выросли в полтора раза. Ежедневно на пульт 103 поступает до 1300 вызовов. Бригады работают в усиленном режиме. Мы все работаем на пределе своих сил и возможностей. Очень прошу вас, будьте бдительны. Не теряйте чувства самосохранения. Носите маски. Соблюдайте социальную дистанцию. Прекратите посещать массовые мероприятия. Это тяжелое время нужно просто пережить. Мы с вами справились с ним прошлым летом. Я думаю, сейчас все у нас получится. Если каждый будет ответственен не только за себя, но и за здоровье тех, кто с ним рядом. Ирина Штейгерваль также попросила кустанайцев по возможности, когда это позволяет ситуация, обращаться за помощью к участковым врачам, чтобы бригады не от ложки могли выезжать на действительно тяжелые случаи. Деар Ахмечин и Татьяна Калюжная, РТН. Свыше 5 миллионов человек в Казахстане получили вакцину первым компонентом. А в Кустанайской области это 230 тысяч человек. Из них большая часть провакцинированных приходится на педагогов и медицинских работников. На сегодня в регионе имеется только вакцина «Спутник Ви». Но в ближайшее время ожидается поставка вакцины «Казвак». Подробнее расскажет Алия Дусмагомбетова. В Кустанайской области продолжается массовая иммунизация населения. На сегодня в регионе имеется вакцина «Спутник Ви». В начале августа ожидается поставка «Казвака». А вот вакцин «Хаят», «Вакс» и «Коронавакт» остался только второй компонент. И поставки в ближайшее время не планируется. По контингентам около 10 тысяч доз медработников, 16 тысяч человек – это педагогов, 7 тысяч 429 полицейских, сотрудников МЧС, МВД, 4 тысячи 359 студентов, 2 тысячи 244 – это контингент и персонал медико-социальных учреждений, 3 тысячи 952 государственных служащих. Как отметила Анжела Бексултанова, только за июль в Кустанай от коронавирусной инфекции умерло 10 человек, а всего с начала года 57 человек. Среди них одна беременная женщина. В целом, по сравнению с прошлой неделей, прирост заболеваемости вырос в полтора раза, а загруженность инфекционных коек в регионе составляет 42%. Развернуто 1927 коек. Из них 1627 – это инфекционных, где находится в настоящий момент 681 пациентов. Загруженность инфекционными коек составила 41,8. Также развернуто у нас 300 карантинных коек, где находится 73 пациента, которые ожидают ПЦР-результаты тестов. Загруженность коек составила 24,3. На брифинге выступил и исполняющий обязанности руководителя отдела управления по инспекции труда, который рассказал о работе в дистанционном формате невакцинированных сотрудников и о внесении изменений в трудовой кодекс. Работатель может предложить работнику, не получившуюся вакцинацию против COVID-19, перейти на дистанционную форму работы в случае такой возможности. Также при отказе дистанционной работы либо отсутствии возможности выполнения работы дистанционной, дистанционной работодатель вправе отстранять работника согласно пункту 1 ст. 48 Трудового кодекс Республики Казахстан. В таком случае сохраняться заработная плата не будет. При этом работодатель вправе принять другого для выполнения обязанностей временно отсутствующего работника. Также при отказе от дистанционки и при желании работать в штатном режиме, работнику необходимо проходить обязательно ПЦР-тестирование один раз в неделю. За свой счет, есть и возможность при согласии сторон, что работодатель сам будет оплачивать анализ. Я Рахмечина Леадас Магамбетова, РТН. К другим темам. На 30% собираются поднять заработную плату участковым инспекторам в Казахстане. Это одна из мер по повышению статуса этих сотрудников полиции, которые, по мнению реформаторов, являются ключевыми фигурами в создании национальной сервисной модели полиции. Какие полномочия предоставляются участковым для эффективной работы и как государство еще собирается им помогать, рассказали сотрудники МВД на онлайн-брифинге. Самой многофункциональной в системе органов внутренних дел называют службу участковых инспекторов сотрудники полицейского министерства Казахстана. Они, по словам представителей МВД, обеспечивают правопорядок, дорожную безопасность, контролируют миграцию населения, охрану территории, окружающей среды, благоустройство и многое другое. Участковый уже наделен правом осуществлять уголовное производство, налагать взыскания по 50 видам административных нарушений самостоятельно. Они контролируют лица опасных категорий. Это семейные тираны, маргинальные элементы. В силу своих функциональных обязанностей он обязан и лично контактирует с населением. Это играет важную роль в реализации цели принципа «полиция в шаговой доступности», поскольку участковый на селе и вовсе является единственным представителем полиции, а порой и государственной власти. Поэтому глава государства обозначил участковых инспекторов полиции ключевой фигурой в национально-сервисной модели полиции. Для повышения статуса участковых и предоставления им всех полномочий для эффективной работы с этого июля они наделены правом вносить от имени полиции физическим и юридическим лицам представления об устранении причин, способствующих совершению правонарушений и требовать их исполнения. Расширены их полномочия по наложению взысканий, например, за присутствие детей в развлекательных заведениях в ночное время, за нарушение запрета табакокурения, за создание препятствий для дорожного движения. Также у участковых вскоре появятся помощники. Которые сейчас имеют почти все полномочия участкового, за исключением принятия процессуальных решений по уголовным делам. За счёт внутренних резервов с июля текущего фигура начато поэтапное введение должностей для сельских участковых инспекторов полиции. Особое внимание уделяется вопросам оплаты труда участковым. Два года назад участковым уже поднимали зарплату на 25%. В будущем году планируют снова поднять уже на 33%. Им уже выплачивается компенсация за аренду жилья. С 1 января на это могут рассчитывать и помощники участковых. Решается вопрос материально-технического обеспечения сотрудников. В ближайшие пять лет запланировано строительство ежегодно по 78 участковых пунктов полиции в наиболее удобных для населения местах. Принимая во внимание, что почти 30% рабочих мест сельских участковых находятся на отдалении от своих обслуживаемых участков, прорабатываются вопросы их оптимальной передислокации. Шаговая доступность является одним из основных векторов развития сервисной модели полиции. Все делается для того, чтобы максимально облегчить гражданам доступ к полиции. Для этого же расширяется и сеть стационарных круглосуточных постов полиции в наиболее криминогенных участках в местах массового пребывания граждан. Наталья Луговская, РТН. Дело об убийстве начали рассматривать в уголовном спецсуде Кустанайской области. На скамье подсудимых оказалась жительница Тобыла. В апреле этого года она воткнула нож в спину спящему обидчику и ее подруге. Подробнее об этом, а также об обмане жителей региона, которые хотели приобрести грузовик по выгодной цене, и о спасении женщины полицейскими в нашей рубрике «Коротко». Дело об убийстве начали рассматривать в уголовном спецсуде Кустанайской области. Преступление было совершено в Кустанайе в апреле этого года. Сообщение об обнаружении в квартире многоэтажки тела жителя Крыбовского района с признаками насильственной смерти поступило в городское управление полиции. Выяснилось, что он приехал в областной центр, чтобы погулять с друзьями и подругой. С ней была еще одна женщина. Компания из пяти человек гуляла два дня. Сначала в одной саун, потом на съемной квартире. Преступление было совершено после того, как мужчина ударил свою подругу, а ее подруга решила его наказать. Она взяла нож на кухне и, войдя в спальню, воткнула его спящему мужчине в спину. Единственный удар повредил внутренние органы человека, отчего тот скончался на месте. Друзья мужчины продолжали пить, пока не пришел хозяин жилья, который и обнаружил погибшего. Девушке квартиру покинули гораздо раньше на такси. Подзреваемая тогда заявляла, что хотела сама прийти в полицию с повинной, но задержали ее раньше. Сейчас дело направлено судом на экспертизу. 850 тысяч тенге отдали мошенникам жителей Кусанайской области, желая приобрести грузовичок. На площадке ОЛХ они увидели объявление о продаже «Газели» по выгодной цене. Продавец общался только с сообщениями в мессенджере WhatsApp. Он сообщил, что живет в России. Скинул фотографии якобы своих документов, как позже выяснилось, поддельную доверенность на автомобиль. И после того, как получил 1 миллион тенге предоплаты, на российский счет исчез. Телефонный номер его перестал существовать. Сейчас полицейские Кусанайской области готовят международное поручение в Российскую Федерацию для установления владельца счета, на который были перечислены деньги. Расследование продолжается. Полицейские спасли тонущую женщину в Кусанайской области. Происшествие случилось возле Лисаковского ухраняевого объекта «Казалжарское водохранилище». Вечером полицейский охранник Талгат Издебаев, обходя территорию плотины, услышал крики о помощи и увидев в воде примерно в 50 метрах от себя женщину, которая звала на помощь. Течением ее не шло к шлюзам водохранилища. Предупредив напарника, Издебаев взял спасательный круг и веревку, спустился с моста и, встав на бетонные волнорезы, кинул средство спасения женщине, подтянул ее и вытащил на берег. После сотрудники спецохраны вызвали скорую помощь. Женщина пояснила, что, по спорю с подругой, собиралась переплыть на другой берег, но сил не хватило, и она начала тонуть. После женщина поблагодарила сотрудников полиции Кустанайской области. Большое-большое им спасибо. Это моя вторая жизнь получилась из-за того, что они меня спасли. В этом году Казахстан отмечает 30-летие независимости. В рамках празднования этой даты в Кустанайской области ведутся работы по открытию аллей независимости. Они уже есть в четырех районах, но до конца этого года планируется открыть такие аллеи во всех районах. Об этом на брифинге сообщил руководитель управления внутренней политики. Там же рассказали и о реализации проекта «Марафон добрых дел». Подробнее расскажет Альяда Смагамбетова. С начала года в Кустанайской области сформирован и утвержден план мероприятий по празднованию 30-летия независимости Казахстана. Он включает в себя 206 пунктов по 12 направлениям. На сегодня проведено 4972 мероприятия по всем направлениям. Одно из них – это открытие аллей независимости. Во всех регионах области ведется работа по открытию аллей независимости как символ вклада нескольких поколений для родной земли. Сегодня аллеи независимости открыты в четырех регионах. Это город Рудный, Наурзунский, Карасусский и Узунковских районах. В то же время работа по открытию аллей независимости началась в Магадинском, Малтенсайдском, Бенбетто, Малином. Как рассказал Марат Журкобаев, до конца года такие аллеи планируется открыть во всех районах области. Также в рамках празднования 30-летия независимости в этом году состоялось открытие моста между двумя селами Ахколь и Карасу в Жангельдинском районе через реку Улыжаланшак. А 5 июля в преддверии Дня столицы в Кустанай вручили ключи от 120 квартир неполным и многодетным семьям. Хотелось бы отметить особую роль всех государственных наших партнеров из числа представителей гражданского общества. Так, в столице Национальный музей Республики Казахстан была презентована антология «Тобл-Тургай-Овене». Первыми республиками в Кустанайской области проведен фестиваль «Казахстан-Отс-Опенфест Кустанай». Помимо этого, в рамках празднования 30-летия независимости республики стартовал общенациональный проект «Марафон добрых дел». К нему присоединились госучреждения и общественные организации, представители бизнеса, волонтерские организации и просто неравнодушные граждане. Были организованы мероприятия в зимнее время по очистке снега во дворах у одинокоживучих пенсионеров, а также развозка продуктов и множество других мероприятий. Данный проект является продолжением реализации года волонтера, который призывает жителей страны к добровольству и милосердию. В области организована последовательная работа по развитию и поддержке благотворительности. И особым импульсом в развитии благотворительности стал запуск проекта «Марафон добрых дел». Проекту присоединились и ТО «Комаровское горное предприятие». В Житогоринском районе компания вручила сертификаты на подъемные пособия 12 молодым врачам, прибывшим работать в районную больницу. А также купили компьютерный томограф в это же медучреждение. В Костанайской областной картинной галерее открылась новая выставка. Причем на всех двух этажах своей работы, а это почти 130 картин, представил известный художник Александр Захарченков. Выставка эта особенная, юбилейная, посвященная 65-летию художника, который признался, что отобрать картины для показа ему было непросто. Мои коллеги расскажут подробнее. Александр Захарченков отметил свое 65-летие еще 8 июля. Однако персональную выставку Костанайской областной картинной галереи, посвященную этому событию, а также в рамках празднования 30-летия независимости страны, открыли именно сегодня. Как признается сам художник, он представил для зрителей почти 130 своих работ, выбрать которые среди множества других было весьма непросто. Как выбирали? Ну, что ближе к душе, что я считаю, что она получилась. Не все же работы получаются. Это зависит от настроения, от многих факторов зависит. Какая картина считается получившейся? Когда хочется ее посмотреть еще раз. То есть посмотрел, ушел, и хочется вернуться и опять посмотреть, чтобы она притягивала. В итоге «Радуга Полотина», именно так назвали выставку, расположил сразу на двух этажах галереи. Больше всего здесь пейзажей. Как отмечает ценитель его картин «Природа», у Александра Захарченкова наполнена одухотворенностью и поэтичностью. Мир природы бесконечно многообразен и всегда остается прекрасным в своей разумной и совершенной гармонии. Произведения Александра Васильевича завораживают жизнелюбием, вдохновением. И эти работы имеют такой особый цветовой строй. И картины наполнены таким солнцем. Художник в основном любит писать с натурой. И зачастую прямо на хвост, минуя стадию эскизов и подготовительных этюдов. Александр Захарченков – живописец, график, монументалист, лауреат премии Кустанайского клуба мецената. Участник различных конкурсов. Его работы находятся не только в казахстанских музеях, но и в частных коллекциях других стран. Выставка «Радуга-полодин» будет работать здесь в течение месяца. Так что все желающие могут увидеть творение мастера. Но лишь в рабочие дни, так как действуют карантинные ограничения. Алексей Кудрявцев и Татьяна Калюжная, РТН. Здравствуйте! В эфире новости спорта в студии РТН Алмаз Байдрахман. Табол неудачно стартовал в лиге конференции. В первом матче второго отборочного раунда Кустанайский клуб уступил хорватскому хайдуку. Для Табола этот матч стал историческим. Это был дебют в новом официальном континентальном футбольном клубном турнире. Его соперником на этом этапе был один из самых популярных клубов Хорватии. Хайдук является шестикратным чемпионом своей страны и пятикратным обладателем кубка. Поэтому то, что Таболу предстоит пройти серьезные испытания, было ясно еще до игры. В действиях кустанайских игроков чувствовалась нервозность и не было той легкости, которую мы привыкли видеть в играх национального первенства. Об этом сказал после игры и исполняющий обязанности главного тренера местного клуба. Нам не удалось организованно сыграть в обороне и не справились с волнением, можно так сказать. При такой торсиде чувствовалось волнение с первых минут. И плюс какие ошибки мы допускали в начале атаки. Нельзя с таким соперником играть. Собственная ошибка и привела к первому пропущенному голову. Обычно спокойно разыгрывающий мяч Асхат Тахберген недалеко от своих ворот потерял мяч. После чего хорваты убежали в контратаку и забили первый мяч. На 21-й минуте отличился Марин Любечич. Он же на 53-й минуте замкнул на дальней штанге навес с фланга. Таким образом, молодой нападающий оформил дубль. Статистика показывает, что табол имел почти равное владение мячом. Хайдук 52, табол 48. Но соперники ударили по воротам 20 раза, а табол только 2. Новичок Кустанайского клуба Сергеев даже забил гол, но судьи зафиксировали офсайт. Александр Москаленко видит причину неудачного выступления в нехватке игр на таком уровне в чемпионате Казахстана. У нас в Казахстане, к сожалению, уровень футбола не европейский. Мы таких игр, европейского уровня, как сегодня столкнулись с вашей игрой, нас очень мало. У нас мало, к сожалению, топовых европейских команд, где такая скорость, мышление, все очень быстро происходит. Я думаю, из-за этого мы ошиблись, потому что мы очень мало в сезоне играем таких, можно сказать, европейских игр. То, что происходит в Казахстане, мы можем допустить банальную ошибку, мы можем ее справить. В Европе за это наказывают. Таким образом, дома Таболу предстоит отыгрывать два мяча. Это позволит команде только перевести игру в дополнительное время. Напомним, правила выездного гола с этого сезона в Еврокубках не действуют. Ответный матч состоится 29 июля в Кустанае. Вы сами понимаете, что результат состоит из двух игр. У нас, говорят, дома и стены помогают. Надо сейчас тихо, спокойно все проанализировать, сделать определенные выводы и постараться сыграть на своем уровне. Если Таболу все-таки сможет выйти в третий раунд, то встретится там с победителем пары Аполлон Жилина. Также стоит добавить, что в этом мюросезоне Казахстан в Лиге конференции также представляет Астана и Шахтер. Наши тайские боксеры удачно съездили на чемпионат Казахстана. Республиканский турнир среди юношей и девушек проходил Петропавловский с 14 по 19 июля. Я бы хотел от имени федерации Рамини вручить памятный приз за Борю Победы. Вот такую же причину поздравляю. Рамине Махановой 12 лет. Юная спортсменка делом доказывает, что тайский бокс не только для парней, но и для девушек. На республиканском чемпионате Рамина сотворила настоящее спортивное чудо. Несмотря на то, что турнир проходил среди девушек с 14 лет, она дошла до финала. И проиграла Рамина в главном бою только чемпионке Азии. Бой был очень равный. И я считаю, что бой был очень отличный для нее. Тем более, мы ее повезли для прокатки. Она была еще меньше возрастом. Почти на два года младше была, чем основные участники. Еще более удивительно то, что именно тайским боксом Рамина Маханова занимается всего две недели. До этого девять месяцев ходила на секцию Жек-Пежек. Чтобы достойно выступить на республиканском чемпионате, Рамина упорно готовилась. В итоге девушка вернулась домой с серебром. Тренер по тайскому боксу пригласил нас на тренировки и мы начали заниматься. Занимались две недели и выехали на ЧРК по тайскому боксу. Мне нравится бить ногами, руками и коленями. Стойка больше всего мне нравится, чем борьба. И мне понравился тайский бокс. Сегодня муай-тай приобретает все большую популярность. Наши спортсмены входят в сборную страны. А уверенность, боевой дух и сила воли помогают им занимать призовые места. Рад достижениям своих подопечных и шокан Нургалиев. По словам тренера, к турниру подошли ответственно. Несмотря на то, что карантин помешал спортсменам полноценно проводить тренировки в зале, ребята не растеряли форму. Съездили мы благодаря управлению спорта. И на этом соревновании наши девочки, перед этим прошли двухнедельные сборы на летней базе федерации тайского бокса. И в результате были отобраны именно эти четыре девочки. В результате, значит, у нас трое девушек стали бронзовыми призерами. И Рамина Маханова заняла второе место. По словам тренера, сборы на свежем воздухе сыграли значительную роль в успешном выступлении. Живописная природа, мощь, сила и динамика. Под открытым небом тренировки гораздо эффективнее, признается тренер. Теперь в планах у ребят удачно выступить в очередном чемпионате Казахстана, который пройдет в январе. Это были новости спорта. До встречи на следующей неделе.